Итак, мы побыли всего лишь одну ночь и два дня в Камаме и уезжаем теперь в Бангалор. Мы едем на моторикше на автовокзал. У нас будет автобус до Бангалора, мы сядем на автобус и поедем. Хочу показать, напоследнее не успела здесь заснять, очень многое, очень красивый на самом деле. Небольшой город, ну как небольшой, ну так запутаться можно, конечно, если не знать. Но он достаточно зеленый, красивый. Очень мне понравился сегодня рыночек, я так и не успела его заснять, камеру забыла с собой взять. И думала, что в следующий раз пойду и засниму цены там и вообще как это выглядит, овощный рынок. Он здесь как бы необычно, не совсем так, как в Северной Индии. Может быть, что-то напишу. Но здесь очень красивое растение. Мне здесь очень понравилось, очень уютно. И если бы у меня здесь был какой-нибудь офигенный дом, я бы с удовольствием здесь жила бы. Но пока что здесь проблемы с документами на квартиру, на дом точнее. Вот, и когда они будут готовы, что и как, неизвестно. Ремонт мы начать не можем. Как бы пока что комфортных условий здесь, к сожалению, нет. Как бы здесь есть все по чуть-чуть. Но нет ни Макдональдса, ни Ростикса, как в больших городах. Ну, причем самое удивительное, люди здесь не смотрят, то есть на то, что я белая. Потому что в Северной Индии, в большом городе, даже в Эдейле столетия, постоянно пялится, прям разглядывают. А здесь, на удивление, как бы я не думаю, что это не туристический район, что здесь. Я думаю, что здесь туристов как бы не так часто бывает. Не знаю, вообще бывают они или нет. Может быть, отчасти воспитание, что они здесь более образованные, более воспитанные, что же сказать так вот. Сюда не приезжают какие-то на заработки. Здесь работают местные жители. Очень многие местные жители обучаются в университетах хороших отсюда. Они уезжают в Бангалор, то же самое, в Хайдеропад. Учутся в хороших институтах. И очень много людей приезжают отсюда жить в Америку. Вот из этих районов Южной Индии. В Америку, в Англию. То есть люди здесь, в принципе, очень добрые. Не усмехаются, как в Северной Индии. Если ты что-то не знаешь, ты европеец, они будут стоять и ржать над тобой. Как бы, если ты не знаешь период, ну, как бы, слов с Хиндией, это нормально. А если ты знаешь, тебе будет неприятно. Вот. Здесь нет, здесь все по-доброму. Другая атмосфера. Вот, что я могу сказать даже. И люди здесь, кожа людей темнее, чем в Северной Индии. И люди здесь выше. И, как будто, кажется, что сильнее. Потому что я в Северной Индии не встретила ни одну девушку выше меня ростом. А у меня рост 1,69. А вот в Южной Индии я вчера пошла в магазин, там по 1,80 метра и чуть ли не по 2 метра. И девушки, а мужчины стояли. То есть совершенно по-другому люди выглядят. Вот так вот. Ну и вывески, конечно. Кокосы здесь на каждом углу по 20-15 рупий. Пей, ешь, не хочу. И мой муж. Мой любимый муж. Всем привет. Я тоже привет. И мы едем в Бангалору. Да, мы едем в Бангалору. В Бангалоре мы будем до 12-го, наверное, числа. У нас, по-моему, в ночь с 11-го на 12-е самолет Дегуа. То есть у нас впереди пляжи Бангалора. Развлечения. Потому что Бангалор это очень современный город. Я обязательно вам расскажу. Ну и я сегодня одела джинсы, хотя здесь, в Хамаме. Да, я сказала, мой муж, он здесь работает уже 10 лет точно как. И сказала, что за все это время женщина, девушка, увидела джинсы всего лишь 3 раза. Но неправда, я вчера 2 раза уже за один день увидела. Итак, мы приехали всем. Счастливо, мы пойдем на автовокзал.